Солнечные ожоги А на коже по глубине воздействия, по тяжести три стадии бывают. Значит, легкое повреждение кожи, легкий ожог кожи, средне тяжелый ожог кожи и тяжелый ожог кожи. Легкие степени солнечные ожоги себя представляют с легкими воспалительными реакциями. То есть, может быть, покраснение зуд в граничном участке. При этом общее состояние обычно не нарушается. Средняя степень тяжести повреждает не только верхний слой кожи и глубинный слой кожи. Не стоит забывать и про глаза, ведь воздействие солнечного света может негативно сказаться на зрении и привести к более серьезным последствиям, чем просто небольшое покраснение. Если глаза подвергаются сильному воздействию солнечного света без защиты слишком долго, ультрафиолетовые лучи могут вызвать ожог роговицы, конъюнктивы и привести к снижению зрения на несколько часов. Также длительное пребывание на солнце может увеличить риск развития катаракты и злокачественных новообразований. Есть ультрафиолетовое излучение, которое мы никак ощутить не можем. Но именно этот спектр обладает наиболее повреждающим действием. И когда человек долго находится на свежем воздухе, под ярким солнцем, он получает определенную дозу облучения. При этом придя домой, возможно даже только через несколько часов, он вдруг понимает, что начинают краснеть веки, слезятся глаза, выраженные слезотечения, светобоязнь, что вот получили мы ожог от пребывания на солнце. К сожалению, нет способа, который поможет полностью защититься от солнечных ожогов, не прерывая при этом отдых на природе. Однако существуют разные приемы, чтобы свести к минимуму возможность их появления. Врачи советуют не загорать дольше 15 минут в день, а при нахождении под воздействием прямых солнечных лучей всегда использовать солнцезащитные средства с СПФ-защитой. Также не стоит находиться на улице в промежутке с 12 до 16 часов, ведь солнце в это время наиболее активно, а во время жары нужно стараться носить закрытую одежду из хлопка. Перед выходом на улицу желательно наносить шляпи с широкими полями, закрытые одежды носить, особенно если первый, второй, третий фототип кожи. Выбирать правильный солнцезащитный крем. Если принимал человек мочегонные средства либо антибиотики, лучше долго не находиться под солнцем, потому что они повышают чувствительность солнечного луча. И за 30 минут до выхода на улицу надо наносить солнцезащитный крем, чтобы на коже образовался солнцезащитный слой. Что касается глаз, то здесь тоже есть свои особенности. Самое важное правило, которое поможет не стать жертвой солнца, нужно правильно подбирать солнцезащитные очки, на которых есть надпись UV400 или защита от ультрафиолетовых лучей на 100%. Уровень затемнения или цвет совсем не указывают на уровень прочности ультрафиолетовой защиты. По-настоящему определить ее степень поможет только специальный прибор, который находится практически в любом магазине оптики. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака, поэтому очками лучше пользоваться и в пасмурные дни. Кроме того, не стоит смотреть прямо на солнце. Это может привести к ожогу сетчатки и повреждению слоя светочувствительных клеток. Необходимых для центрального зрения. В некоторых случаях снижение зрения может быть необратимым. Не рекомендуется садиться за руль без солнцезащитных очков, ведь автомобильные стекла не защищают от ультрафиолетового излучения. И всего, конечно, это защитить глаза от ярких пузырей. Это шляпы с шарокими полями, это кемки с пузырьками. Если мы где-то отдыхаем, пусть будет обязательно тент, потому что многие почему-то считают, если облако пришло и закрыло солнце, ультрафиолетовый точно так же идет в таких же разировках, то есть у нас облака не менее спасаемого ультрафиолетового. Прекрасно можно загорать и обгорать. И, конечно, это специальные солнцезащитные очки с ультрафиолетовым защитным. Очень важно помнить о том, как действовать, если на коже начали появляться первые признаки солнечного ожога. Лечение проводится преимущественно в домашних условиях и собственными силами. При ожоге от солнца в первую очередь необходимо уменьшить симптомы его проявления. Можно принять прохладную ванну или сделать холодные компрессы. Поврежденный участок кожи необходимо увлажнить. Можно использовать сок алоэ. Он смягчает кожу и уменьшает воспаление. Хорошо зарекомендовали себя мази и кремы с пантенолом. Они снимают воспаление и способствуют восстановлению кожи. Снизить болевые ощущения помогут нестероидные противовоспалительные препараты. Не стоит забывать про воду. Ее нужно пить в больших количествах. Это поможет клеткам кожи быстрее восстановиться. Ни в коем случае не стоит мазать место ожога сметаной или кефиром. При ожоге легкой и средней степени это в лучшем случае не вызовет никаких улучшений, а при тяжелой может способствовать ухудшению состояния. В любом случае, если ожог наступил, надо уйти с места расположения, то есть переходить на более прохладное место, где нет солнечных лучей. И можно делать прохладные примочки, либо принимать прохладный душ. Если можно наносить на кожу крема типа пантенол, который не содержит масел и спиртосодержащие, которые перегревают кожу. Если общее состояние нарушено, недомогание чувствуется, можно принимать противовоспалительный препарат. Что касается глаз, то после воздействия на них ультрафиолетового излучения могут возникнуть неприятные ощущения. Если в случае ожога кожи можно предпринять меры и не обращаться к врачу, то здесь важно понимать, что халатное отношение к проблемам со зрением может привести к его частичной потере. Именно поэтому при первых признаках недомогания следует незамедлительно отправиться в больницу. Ну дома что можно? Понятно, если нет пузырей на коже, хотя бы холодный компресс приложить, промыть с раствором ромашки, чай немножко успокоить. Но если там роговица затронута, боли очень сильные, то есть выпить даже обезболивающее. И так же, как при ожогах есть для кожи мазь с декспантенолом, у нас тоже для глаз есть капельки и мазь, которые содержат декспантенол, как с противожогом, таким эффектом. Чтобы узнать, насколько велика вероятность стать жертвой солнечных лучей, можно обратиться к интернету и узнать информацию о текущем ультрафиолетовом индексе. В среднем по России он измеряется по шкале от 1 до 10, где 10 – наиболее опасная для человека степень излучения. При правильном поведении на солнце и надежной защите вашей кожи и глаз, солнечные ожоги никогда не станут помехой отличному пляжному отдыху или прогулке в парке. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.